Я работаю в компании RCNTech. Наша компания предлагает решения для IP-телефонии, совместные работы, организации удаленного офиса, систем хранения программно-определяемых и систем управления питанием, распределения питания. Мы работаем в основном на крупный сектор, поэтому на, грубо говоря, девопсовском рынке не особо светимся. Но, тем не менее, вследствие нашей специфики у нас накопился определенный опыт работы с СЕФом. А СЕФ используется очень часто во многих проектах как базовый элемент инфраструктуры хранилища. Давайте потихонечку начнем. Итак, прежде всего классический кластер СЕФ. СЕФ – это хранилище. Хранилище программно-определяемое. И, соответственно, в нем множество программных компонентов. СЕФ, собственно, это три нижних уровня в этой картинке. Внутренняя кластерная сеть, по которой коммуницирует сам кластер. Набор демонов внутренних СЕФовских. Мониторы, МДС и ОСД, которые хранят данные. Все данные, как правило, реплицируются. И хранятся в нескольких репликах. Здесь на картинке я специально выделил три группы. В каждой по три ОСД. И в каждой из таких групп, как правило, лежит одна реплика данных. В результате у нас получается три реплики. То есть данные хранятся в трех копиях. Высший уровень у нас кластерная сеть. Вот эта сеть, через которую клиенты СЕФа получают доступ к данным. Клиенты через кластерную сеть коммуницируют с монитором. Они коммуницируют с МДС, кому надо, и с ОСД. Каждый клиент работает с каждым ОСД, с каждым монитором самостоятельно. Поэтому система лишена как таковой единой точки отказа, что очень радует практически всех пользователей и заказчиков. Клиенты. Клиенты не в самой верхней линейке. Пойдем, наверное, справа налево. Справа у нас клиенты С3. С3 помнят практически все. Это HTTP-шный API. Клиенты С3 работают по HTTP и подключаются к таким компонентам СЕФ, как RadoSkateway, RGV. Они коммуницируют с компонентом через выделенную сеть практически всегда. И в этой сети S3 Network, я ее обозвал, ходит только HTTP практически всегда. Исключения редки. Вторая группа клиентов. Она слева, тоже часто используемая. Это гипервизоры с виртуальными машинами. Они работают с мониторами и с OSD. С мониторов они получают общую информацию о состоянии кластера, распределении данных. А за данными они непосредственно ходят на OSD-демонов через кластер Public Network. Также у нас есть физические bare metal хосты, на которых, как правило, Linux, которые являются RBD-клиентами и которые получают доступ к образам, хранящимся внутри кластера SEF. Образам дисков виртуальных машин. Четвертая группа клиентов, которая есть не у многих, но она вызывает все больше интерес, это клиенты кластерной файловой системы SEFFS. Кластерная система SEFFS сможет быть смонтирована одновременно со многих узлов. И все узлы получают доступ к одним и тем же данным, работая с каждой OSD. То есть нет как таковых гейтвеев, каких-либо там самбовских, NFS-ных и прочих. Проблема в том, что такой клиент может быть только Linux, причем достаточно современной версии. В следствии того, что наша компания работает на корпоративный рынок в основном, мы работаем с корпоративными решениями. И там балл правит ESXi, Hyper-V, ну и другие решения. Соответственно, от кластера SEF, который так или иначе заезжает в корпоративный сектор, требуется в обязательном порядке поддержка соответствующих методик. И нам этого всех не хватило. Поэтому нам пришлось дорабатывать, расширять кластер SEF своими компонентами, фактически строя уже нечто большее, чем SEF, а скорее свою платформу для хранения данных. И кроме того, клиенты в корпоративном секторе, опять-таки не Linux, а Windows в большинстве своем, изредка OS X, ныне MacOS, которые опять-таки в кластер SEF сами идти не могут. Их приходится запускать через какие-то шлюзы. Шлюзы становятся в этом случае узкими местами. Нам пришлось добавлять все эти компоненты, и мы получили несколько более широкий кластер. Вот таким образом. У нас появились два центральных компонента. Это группа SCAZI Gateway, которые предоставляют доступ к данным в кластере SEF через Fiber Channel или iSCAZI. И эти компоненты используются для того, чтобы соединить Hyper-V и ESXi с SEF кластером. Клиенты, которые, например, ProxMox, они по-прежнему работают родным для них способом через LibreBD. Для файловых клиентов мы их не пускаем напрямую в кластерную сеть. Мы им выделили отказоустойчивый gateway. Их у нас несколько штук. И каждый gateway обслуживает, представляет доступ к файловой системе кластерной по NFS, по AFP или по SMB. Соответственно, практически любой клиент, будет Linux, FreeBSD, или не только клиенты, сервер, TOSX, Windows, они получают доступ к CFS. Для того, чтобы всем этим рулить, нам пришлось доработать свой инструмент управления. То есть это фактически оркестратор SEF и всех наших компонентов. Там множество компонентов, но говорить о нем сейчас смысла нет, поскольку это именно наша разработка. А большинству, наверное, будет интересен все-таки SEF. Сам голый. Итак, SEF используется не только у нас. Он используется много где. И периодически случаются отказы. Наверняка все знают. То есть легенда о Cloud Mouse, кто работает с SEF. Именно такая страшная городская легенда. Все там не так плохо, как кажется. Есть новая сказка. Сказка о Росреестре. А вот есть совсем новейшая на прошлой неделе легенда о Селектеле. Там везде крутился SEF, везде был отказ SEF. Где-то это случилось и закончилось фатально. Где-то люди вырулили, где-то быстро вырулили, где-то не очень. Но вы же знаете, здесь, в нашей стране, у людей не принято делиться опытом о том, как они облажались. Все стараются спрятать соответствующую информацию. Буржуи, которые работают на открытом рынке, представляя услуги, таким немножечко страдают, но они чуть более открыты. И в частности, в Digital Ocean, все знают, что это такое, провайдер такой. Провайдер, то есть это раздают виртуалки и т.д. и т.п. У них также случился отказ SEF. Это было 1 апреля. Замечательный день, надо заметить. Отказ случился, и отказ длился у них почти сутки. Что же там произошло? Часть репортов они выложили. И вот здесь приведен краткий такой улог. Все проблемы у них начались в 7 утра. В 11 они поняли, что у них происходит, и начали устранять отказ. И как они устраняли отказ? Они выделили две команды. Одна команда зачем-то бегала по серверам и втыкала туда память. А вторая команда почему-то вручную стартовала один сервис за другим и тщательно следила за другими серверами. И за этим самым. Почему? Ведь мы же умные, все такие хорошие, мы же привыкли нажать одну кнопку, и все включилось. Что там случилось? Что там произошло? И что вообще в принципе происходит в системе, распределенной, когда она работает, когда она построена, кажется эффективно и работает близко к пределу своих способностей. Итак, для этого нам потребуется немного посмотреть на то, как работает кластер SEV и как происходит отказ. Общая схема отказа. Сначала кластер работает нормально. Все идет штатно, все идет замечательно. Затем случается что-то, после чего демоны OSD, где хранятся данные, теряют связь с центральными компонентами кластера, с мониторами. В этот момент случается тайм-аут, и весь наш кластер встает колом. Просто ровно. Стоит некоторое время до тех пор, пока не поймет, что что-то с ним не ладно. И после того, как он понял, что с ним не ладно, он корректирует свое внутреннее знание, после чего обслуживание клиента восстанавливается, и кластер работает. Снова работает. Уже в деградировавшем режиме. Причем самое смешное, что он работает быстрее, чем работает в штатном режиме. Это удивительный факт, но это да. Затем мы устраняем отказ. Допустим, у нас вылетало питание, стойку вырубило полностью, мы вызвали электриков, они прибежали, все остановили. Стойку питания подались, сервера включились, и вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что все привыкли к тому, что когда у нас отказывает сервер, все становится плохо. И когда мы включаем сервер, все становится хорошо. Здесь все совершенно не так. То есть кластер останавливается практически, проводит первичную синхронизацию, и потом начинает плавное, медленное восстановление, постепенно выходящее к штатной работе. А это график производительности кластера. Вот такой вот веселый график. Обратите внимание, здесь очень четко прослеживаются те же самые интервалы, о которых мы говорили. Нормальная работа примерно до 70 секунды, провал на минуту до 130 секунды, затем плато, которое заметно выше, чем работа в нормальном режиме, это работа кластеров degraded. Затем мы включаем отсутствующую ноду, это учебный кластер, там всего три сервера, и штук, наверное, 15 дисков SSD. Пускаем сервер в работу, где-то в районе 260 секунды. Я дал ему специально во время тестов, чтобы построить этот график, время поработать, чтобы он набрал хорошее количество изменений. Сервер включился, он вошел в кластер, и все. И опсы упали практически в ноль. Давайте попробуем разобраться, что же там происходило в конце концов в действительности. Как, вернее, первое, что нас интересует, это дыра вниз, дыра вниз, вот, дыра вниз в самом начале графика. Итак, кластер. Три стойки, в каждой стойке несколько узлов. Левая стойка отказывает. Что при этом происходит? Все OSD, OSD-демоны, не хосты, они пингают себя псевдскими сообщениями. С определенным интервалом. И если произошла потеря нескольких сообщений, тогда отправляется сообщение на монитор о том, что я OSD такая-то, я не могу достучаться до OSD такой-то. При этом сообщения, как правило, группируются по мониторам, по хостам. То есть, если два сообщения от разных OSD на одном хосте приходятся, они сливаются в одно сообщение. Соответственно, если у нас рапортовали 11 и 12 OSD о том, что они не могут достучаться до OSD первой, это будет интерпретировано, как хост 11 пожаловался на OSD первую. Когда у нас отрапортовали OSD 21 и 22, это интерпретируется как хост 21, недоволен OSD первой. После чего монитор считает OSD первая в дауне и уведомляет всех через изменения OSD map, всех членов кластера о том, что OSD ушла. Неизвестно, что и случилось, но ее нет. Работаем в деградировавшем режиме. Поехали. Итак, вот наш кластер, вот наша отказавшая стойка, пятый, шестой хост. Мы включаем пятый, шестой хост, поскольку питание у нас появилось. А теперь самое интересное. У нас начинается первоначальная синхронизация данных. Поскольку у нас есть множество реплик, они должны быть синхронны. И находиться в одной и той же версии. В процессе старта запуска OSD, OSD считывает имеющиеся версии, имеющуюся историю, после чего определяет, на каких OSD лежат самые новые версии объектов, а на каких отставшие. Соответственно, отставшие версии должны быть подняты, а новые версии могут быть использованы в качестве опорных версий для чтения данных и для записи данных. То есть у нас используется история, которая собирается со всех OSD, и этой истории может быть достаточно много. И у нас определяется расположение множества объектов в кластере фактически, где лежат соответствующие версии. И сколько у нас объектов в кластере, столько у нас, соответственно, и получат за запись, если кластер простоял долго в деградировавшем режиме. Для сравнения размер объекта типичный, когда мы работаем с RBD-образом, составляет, сейчас скажу, 4 мегабайта. Когда мы работаем в Rage Coded, он 1 мегабайт. А теперь секундочку. У нас 10-терабайтный диск, и у нас получается миллион объектов, мегабайтных на диске. Чисто так, для примера. А если у нас 10 дисков в сервере, то у нас 10 миллионов объектов. А если у нас в сервере 30 дисков, 32, мы пристроим эффективный кластер, у нас плотное размещение, то у нас 32 миллиона объектов, которые надо удержать в памяти. Причем удержать о том, что фактически каждый объект, информация о нем хранится в нескольких копиях, потому что каждая копия говорит, что в этом месте он лежит в такой версии, а в этом месте он в таком версии. У нас получается огромный объем данных, которые размещаются в оперативной памяти. То есть чем больше объектов, тем больше у нас история, чем больше объектов, тем больше у нас размер карты кластера. И чем больше у нас размер дисков, чем выше наши диски упакованы, то есть плотнее в сервере. Чем быстрее наш кластер работает, то есть чем более крутой кластер мы построили, мы же хорошие ребята, мы круто строим. И чем дольше у нас часть кластера была в дауне, тем больше оперативной памяти у нас потребуется. При старте. Итак, оперативная память требуется много, потребление памяти растет. Мы же стартовали сразу в треть кластера. И система в теории может уйти в свап. Если вы, конечно, его создали. Я так думаю, здесь присутствует достаточно много людей, которые думают, что свап плохо, и его не создают. Зачем? У нас же много памяти. Но это немножко неправильный подход. Так вот, если свап файл не создали, решили, что Linux будет работать так эффективней, ну, есть такая уверенность, то к нам в гости придет out-of-memory киллер рано или поздно. Он придет с топором и носилками. Он сделает тюк. И он сделает тюк не факт, что тому, кто съел всю память, а тому, кому первому не повезло. Мы знаем, что только оптимистичная локация. Мы запрашиваем память, нам обещают. Мы говорим, а теперь дай нам ее, а нам ответ, а нету, и out-of-memory киллер. Это штатная работа Linux, если его не натюнивать в области виртуальной памяти. Процесс получает out-of-memory киллер по башке и вываливается. Вываливается быстро и безжалостно. При этом никакие другие процессы о том, что он умер, не знают. Он никого не успел ни о чем уведомить. Его просто терминировали. Все. И у нас возникает очень забавная ситуация. Потом процесс, естественно, перезапустится. У нас же SystemD. Он же перезапускает OSD при необходимости, которые упали. OSD стартуют упавшие. И вот в нашем случае. То есть мы стартовали восьмую и девятую, они начали давить все. Но не повезло нулевой и пятой. Им прилетел по башке out-of-memory киллер. Он их терминировал, они перезапустились. Они прочли свои данные и начали синхронизироваться. Они начали давить остальные, не повезло еще трем. Эти перестартовали, начали давить на весь кластин, не повезло следующей пачке. Кластин начинает разваливаться буквально на глазах. Деградация происходит очень быстро. И это очень быстро обычно выражается в минуты. Максимум десятки минут. То есть вы запустили кластин. У вас 30 узлов, 10 узлов, по 10 узлов стойки. У вас вырубила стойка по питанию, вы ее подали. Через 6 минут у вас половина кластера лежит. Мы видели такой расклад. У нас было, к счастью, не 30 серверов, а всего 6. Но в такой ситуации мы были. Итак, и мы получаем примерно следующую ситуацию. Практически на каждом сервере у нас есть отказавшая ОСД. Правильно? А если на каждом сервере она есть, то есть в каждом домене отказа у нас по отказавшей ОСД, то наши данные, большая их часть недоступна. Любой запрос блокируется. На запись, на чтение не имеет разницы. Все, мы встали. Что делать в такой ситуации? Точнее, что надо было делать? Ответ. Надо было не пускать кластер сразу, оставшую всю стойку. Надо было по одному демону аккуратненько поднимать. Но мы этого не знали. Мы стартовали сразу и получили. Когда демон засинхронизируется, то есть там же мы запустили в данном случае один демон из четырех. Восьмой из восемь, девять, десять, одиннадцать. У нас расход памяти не резко скакнет, но процентов на двадцать. Как правило, такой скачок мы выдерживаем. Потом расход памяти начинает снижаться, потому что часть структур, которые использовались для удержания информации о том, как кластер деградировал, уходит. Кластер, то есть часть placement group вернулась в нормальное состояние, и все, что нужно для удержания деградированного состояния, оно освобождается. В теории освобождается. А теперь давайте посмотрим на маленький такой сишный примерчик. Этот сишный пример слева и справа практически идентичен. Единственное отличие — define. Что делает этот пример? Этот пример распределяет каунт, запрашиваю систему каунт кусков памяти размера all-size. Левый пример запрашивает 2048 кусков по одному мегабайту. Правый пример запрашивает 2 миллиона кусков по одному килобайту. Затем оба примерчика ждут для того, чтобы мы их сфотографировали в топе. И посмотрели, сколько они потребляют памяти. Мы жмем Enter, они освобождают память. Все, кроме последнего куска. Очень важно. Последний кусок у нас остается. И опять ждут, чтобы мы их опять сфотографировали. Что же у нас происходит? Фактически смотрим фотографии. Итак, первая фотография. Оба процесса запустились и отъели память. Ну, похоже на правду. 2 гигабайта RSS. То есть 2 тысячи кусков по мегабайту. Или 2 миллиона кусков по килобайту. 2 гигабайта как раз и получаются. Жмем Enter. Бах! Приехали. Первая программа, которая выделяла большими кусками, нам память вернула. Все стало замечательно. Мы снова получили свою память назад. А вот вторая программа нам памяти не вернула. Что же у нас происходит там? Ответ. Ответ кроется в Малаке. Ренуксовом. Если мы запрашиваем память большими кусками, она распределяется с использованием механизма Anonymous M-Map. У нас делается анонимный M-Map, который отдается в адресное пространство процесса, откуда потом нам нарезают память. Куда мы можем обратиться? И когда мы делаем free, этот кусок анмапится обратно и уходит. То есть страницы возвращаются в пейдж-кэш, они возвращаются в системе. Если мы же выделяем маленькими кусочками, у нас делается SBRK. SBRK смещает хвостик кучи. После чего смещенный хвостик можно в теории вернуть обратно, вернув страницы памяти в системе, если память не используется. А теперь смотрим здесь. У нас было много записей истории, много записей о расположении деградирующих объектов, а потом пришла пользовательская сессия, долгоживущий объект. Она живет. И мы синхронизировались, все лишние структуры у нас ушли. Но долгоживущий объект у нас остался, и мы не можем сдвинуть SBRK назад. Вот этот хвост белый, вот эта дыра белая. Если бы у нас был свап, мы бы туда отсвапились. Но мы же умные, мы же свап-то отключили. Вот такие пироги и получаются у нас. Конечно, потом в процессе сначала куча, снова часть памяти заиспользуется, но большая часть вот эта вот, или не большая, а некоторая часть, иногда очень существенная, остается удерживаться. Увы. Что в такой ситуации делать? Ответ — контролируемый запуск. Мы запускаем один демон, ждем, пока он синхронизируется, проверяем бюджеты памяти. Если понимаем, что следующий демон, выдержим, стартуем следующий. Если нет, то наиболее разоржавшийся демон мы быстренько перестартовываем. Он был в дауне недолго. У него не так много всех этих историй, миссинг-клоков и прочего, поэтому он съест мало памяти, по меньшей памяти. Не мало, а поменьше. Очень важно. И у нас бюджет памяти слегка увеличится. Пробегаемся по кластеру, контролируем его и потихонечку все это дело поднимаем. Проверили, что можем в следующую OSD, пошли к следующей. В начале слайда, в начале презентации, когда мы видели список действий Digital Ocean, они говорили, стартуем ноду one by one, мониторе, memory, бюджет. Фактически выполняют то же самое. Верно? Итак, мы имеем разваленный кластер сейчас. После того, как у нас повеселился, попрыгал на скакалочке out of memory killer, мы запрещаем автоматический перезапуск OSD в красном домене. И один за другим потихонечку стартовываем ноды из синих доменов. Потому что наша первая задача всегда восстановить обслуживание. Не разбираться, почему это случилось. Разбираться будем потом. Давайте восстановим обслуживание. Всегда. В эксплуатации это всегда именно так. То есть если все практически были в таком раскладе. Что у вас случилось? Ой, не знаем, у нас сервер упал, сейчас разбираемся. Не разбирайтесь, перезапустите, разбираться будете потом. Ведь так. То есть это классика, то есть поведение при отказе. Мы приводим кластер в целевое состояние для того, чтобы у нас восстановилось обслуживание. А потом начинаем запускать одну OSD за другой по нашей методике. Первую смотрим, при необходимости перезапускаем другие, чтобы скорректировать бюджет памяти. Следующую, девятую, десятую, одиннадцатую. И кластер вроде бы засинхронизировался и готов начать обслуживание. Проблема заключается в том, как выполняется обслуживание записи в сейфе. Ответ. У нас есть три реплики. Есть одна мастер OSD и два слейва для нее. Уточним, что мастер-слейвы в каждой плейсмент-группе они свои. То есть для одной плейсмент-группе 0,5,8, для другой 3,5,9, для третьей 3,6,7 и так далее. То есть они плавают. Но в каждой плейсмент-группе одна мастер и два слейва. Операция записи или чтение прилетает на мастер. Если у мастера есть нужная версия при чтении, он ее отдаст клиенту. А запись немного сложнее. Запись должна быть повторена на всех репликах. Соответственно, когда клиент пишет 64 килобайта, эти 64 килобайта прилетают на пятую, восьмую OSD. Но сто в секунду, ребят. Дело в том, что у нас же восьмая OSD деградировавшая. Очень сильно деградировавшая, поскольку мы делали кучу рестартов, у нас нода была в дауне. Это может быть не восьмая OSD 11, картинка-то этого не меняется. Главное, что мы пишем 64 килобайта. Поскольку в сейфе любое изменение, это переход из версии к версии, на OSD 0,5 у нас версия новая, на OSD 8 у нас версия старая. Соответственно, это означает, что для того, чтобы повторить запись, оба 64 килобайта разослать туда и сюда, нам нужно на восьмую OSD версию поднять. А это 4 мегабайта размера объекта. То есть мы читаем 4 мегабайта на OSD 0, посылаем на OSD 8, она записывает, приходит синхронное состояние. Теперь у нас везде одинаковые версии, свежие. И только тогда мы записываем 64 килобайта. А теперь пойдут цифры. Самое интересное. Итак, производительность тестового кластера. Операция размером 4 килобайта, мелкая операция записи, занимает 1 миллисекунду, 1000 операций в секунду в один поток. Операция размером 4 мегабайта, размером объекта, занимает 22 миллисекунды производительность, 45 операций в секунду. Соответственно, когда у нас отказывает один домен из трех, кластер находится некоторое время в деградировавшем состоянии, и половина горячих объектов у нас по версиям разбежалась. Значит, половина операций записи у нас будет втыкаться в принудительное восстановление. Время принудительного восстановления рассчитываем примерно на операции записи в деградировавший объект. Сначала мы 22 миллисекунды читаем, 22 миллисекунды мы пишем, и затем 1 миллисекунду мы пишем, собственно, данные. 22 — это чтение 4 мегабайт, 22 — запись 4 мегабайт, 1 миллисекунда — запись 4 килобайт. Итого суммарно 45 миллисекунд на одну операцию записи в деградировавший объект на SSD. Когда статная производительность у нас была 1 миллисекунду, 45 раз падение производительности. Чем больше у нас деградировавших объектов, процент их, тем все становится страшнее. Когда у нас половина объектов деградировала, среднее время обслуживания у нас 22 миллисекунды. 45 плюс 1 — пополам. Если у нас деградировало 75% объектов, то 45 умножить на 3 плюс 1 поделить на 4. 34 миллисекунды. Если 90% объектов деградировало, то 41 миллисекунда. 40 раз медленнее, чем штатный режим. Это надо просто понимать, что это механизм работы SEF, заводской, и с ним ничего нельзя делать. То есть если ваш кластер побывал частично в оффлайне и работал в это время, обслуживал данные, обслуживал запросы клиентов другие, а потом вы включили, то у вас будет резкое в несколько десятков раз падение производительности на некоторых операциях. Все. А теперь два графика сразу. Нижний график нам знаком. Это производительность кластера. Нормальный режим, провал, обнаружение отказа, деградировавший режим, работа в деградирующем режиме. А сверху latency. В данном масштабе, в принципе, понятно, что latency здесь фактически даже хуже, чем наш расчетный. Наш расчетный был порядка 40 миллисекунд. Здесь фактически получается, ну этот кластер деградировал почти на 100% в ходе теста. Я специально подольше его подержал, чтобы картинки были зрелищными, чтобы дошла глубина поражения. Latency здесь от 60 миллисекунд, что даже хуже, чем наши оценки. За счет накладных расходов, которые мы там не учитывали в изначальных расчетах. Кластер будет восстанавливаться в ходе штатной работы. И что у нас, во что мы упираемся? В сеть, прежде всего. Сеть штатная у нас 10 гигабит. Это означает, что у нас там 1200 мегабайт в секунду, а это означает, опять-таки, 300 объектов в секунду на один сервер, вне зависимости от того, сколько у вас там дисков. Будет у вас там 10 SSD, а все равно 300 объектов в секунду. Будет одна SSD, возможно, будет по-прежнему 300 объектов в секунду. То есть мы строили эффективный кластер и попали в сеть, в сеть репликации. И кроме того, у нас есть еще полоса диска. Наш диск в режиме штатном выдает 900 мегабайт в секунду. У нас не особо крутой диск, такая SSD-шечка средненькая. Так-то она обслуживает много операций в секунду, порядка 2000 операций в секунду, легко, таких хороших операций в 128 килобайт. Как правило, по 128 килобайт ESX и Hyper-V часто выравнивают свои запросы. То есть мы с ними часто работаем, поэтому я привел такие цифры. 2500 операций в секунду. Это обычно. Но если мы входим в Degrade, то мы по полосе упираемся в 200 объектов в секунду. 225. А если мы используем File Store, а не Object Store, то у нас же еще есть журнал, у нас есть двойная запись. То у нас вообще получается 110 операций в секунду. То есть все становится вообще очень и очень печально. SSD-ха выдает 110 операций в секунду. 4 килобайтных 64, 128 килобайтов. Катастрофа. Что мы можем сделать? Ответ. Можем бороться обычно только архитектурой. Давайте делать больше доменов отказа. Если у нас отказал один домен из трех, 45 миллисекунд. Это оптимистичная оценка. Если один домен из десяти, ну, тут я не стал выкладывать расчеты по теории вероятности с мат-ожиданием, получается 14 миллисекунд примерно. Если у нас отказал один домен из двадцати, то у нас деградировало примерно 10% ПГ. Левый столбец, сколько доменов отказало. Правый, процент деградировавших ПГ. Третий столбец, среднее время обслуживания, с учетом соответствующего отказа. Это эффективно, оно дает хороший такой плюсик. Но это дорого, поскольку домен отказа проектируется под отказ питания, это место, место, питание, сервера, оборудование железное. И это не всегда возможно. Второй вариант. Уменьшим размер объекта. Если мы уменьшаем размер объекта, то у нас, соответственно, операции из четырехмегабайтных, например, станут двухмегабайтными или просто мегабайтными, тогда все станет намного быстрее. Ну, как намного? В разы быстрее, но все равно сильно медленнее, чем штатный режим. У нас уменьшается время репликации, у нас уменьшается время обслуживания или latency на кластере. Но, да, за все надо платить, совершенно верно. Количество объектов у нас увеличивается кратно, расход памяти у нас подскакивает тоже почти кратно, фактически. И самое неприятное заключается в том, что мы не можем изменить размер объекта для уже созданного имиджа. Он как создался с четырьмя мегабайтами, так и создался. А если мы самые умные создали его под максимальную производительность, под 32 мегабайта объектом, ну, тогда мы попали очень конкретно. Все, сразу. Еще один нетрадиционный путь – это дорабатывать сеф. В рамках функциональных обязанностей, я как системный архитектор-разработчик полез вглубь сефа. И в ходе некоторых изысканий нам удалось заставить кластер писать, не заниматься репликацией на каждый чих. При записи его деградировавший объект. Но при этом сохранить консистентность кластера. То есть усечить часть передаваемых данных. Ну, получилась вот такая интересная картинка. В коммунике этого кода пока что нет, поскольку он находится в препродуктивном состоянии. Его нельзя включать на ходу, это нас не устраивает. Когда мы это доведем до конца, мы это сделаем. То есть вверху производительность кластера. Синий – это штатный график, красный – это экспериментальный график. И лейтенси – красный наш график, синий – штатный график. То есть лейтенси на самом деле подрастает процентов на 30 минимум. Просто в этом масштабе его не видно. То есть не все так хорошо. А теперь подведем резюме. Есть как бы, что можно делать, если у вас нет возможности залезть внутрь сефа и сделать что-нибудь там кардинальное. Поскольку это достаточно затратно. У нас ушло примерно, грубо говоря, человека год суммарно, чтобы этот график получить рабочий. После я могу на вопрос ответить, чуть-чуть больше рассказать, если кого-то заинтересует. Итак, прежде всего, во время аварии что-то делать поздно. Поздно, Маша, пить боржом, когда почки отвалились. То есть во время аварии нельзя паниковать, и к аварии надо быть готовым. Это означает, что надо в обязательном порядке проводить учения. Без учений все ваши теоретические изыскания бесполезны. Более того, учения очень хотели, очень рекомендуется проводить примерно на тех же, грубо говоря, конфигурациях, где у вас продуктив. Почему? Ответ, потому что если у вас в учениях мало данных, то вот этой проблемой с памятью, на которую столкнулись Digital Ocean и мы, вы не наступите. А если данных много, то наступите и будете не знать, что делать. Опять-таки, если у вас мало данных, и небольшая нагрузка, то вы не увидите вот этого адского падения производительности. К вам прибегут клиенты, начнут кричать, у вас ничего не работает, что случилось? Они будут дергать вашу техподдержку, техподдержка вас, вы будете хвататься за голову, бегать, что случилось, что случилось, что случилось. Ну, все будет печально. К этому надо быть готовым. Надо понимать, где мы просядем, надо понимать, сколько примерно у нас продлится соответствующий даунтайм, и быть к этому готовым. И нельзя удалять компоненты из кластера. Каждый раз, когда вы удаляете вроде бы тормозящий компонент, вы чиряете часть данных. Часть избыточных пока что данных, но если что-то пойдет в другом месте не так, они вам могут понадобиться. Поэтому не удаляйте компоненты кластера, OSD, мониторы и прочее на ходу никогда. Если вы это делаете, вы сами себе злобный буратино. Правильно проектируете кластер. Делайте больше доменов отказа, если это возможно. Если нельзя, ну, что поделать. Выбирайте хотя бы железо такое, чтобы можно было менять диски, не выключая сервер. По крайней мере, у вас будет уходить в оффлайн-трей с четырьмя дисками, а не сервер с 12. Что уже хорошо. Выделяйте достаточно памяти на узлах, не отключайте свап. Поведение со свапами, это поведение с оперативной памятью, это не только сефовское поведение, это вообще общее линуксовое поведение. Вы должны быть к этому готовы, мы должны это помнить. И максимизируйте производительность репликационной сети кластера. Пусть она не используется в штатном режиме на 100% и даже на 10%. Но когда у вас пошел нештатный режим, каждый лишний гигабит вам облегчает жизнь, облегчает очень существенно. Еще иногда имеет смысл уменьшить размер объекта в РБД, если вы связываетесь с РБД, или уменьшить размер объекта в RADOS Gateway. Это тоже вполне себе имеет право на жизнь, но помните, что уменьшение размера объекта у вас будет требовать оперативную память. Не забывайте добавлять свап. И свапа бояться не надо. То, что активность по свапу есть, это не так страшно, поскольку, скорее всего, система сносит туда то, что не особо активно используется. Вот так вот. Собственно, и все. Вот так. Добрый. Подскажите, у вас есть какие-то формулы, как правильно посчитать, я не знаю, размер оперативной памяти, которая будет использоваться при аварии? Есть штатная рекомендация, которую лучше соблюдать. И эта рекомендация означает, говорит следующее, полтора гигабайта оперативной памяти на один терабайт сырого пространства. Ага. И еще такой вопрос. У вас все тесты, которые были проведены, графики, это уже с новым бэкэндом в BlueStore, по-моему, BlueScreen? Это BlueStore. BlueStore. То есть это даже не XFS. С XFS все будет хуже, лучше? Хуже. Файл-стор, журнал и запись вместо 4 мегабайт 8 мегабайт. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня вопрос. А вот вы тестировали, у вас фотосервер был с бондингом, с 10 гигабитом или без? И если вы тестировали с бондингом, то есть был какой-то прирост или нет? У нас бондинг Active-Passive. То есть он параллельно не работает? То есть у нас бондинг есть, но он работает… Как бэкап. Да, как бэкап, совершенно верно. Поэтому фактически это… Считайте, что это тест без бонда. А не пробовали с бондом именно так, чтобы параллельно? Это, грубо говоря, повысит производительность репликационной сети в два раза. Фактически это означает, что мы упадем не в 40 раз по производительности, а раз в 25. Это, конечно, хорошо, но плохо. Спасибо. Артемий, добрый день, спасибо за доклад. Два вопроса. Первое. Меня немножко смутило, а почему у вас всю дорогу IODEV-1? Ну, как бы клево, но мы все прекрасно знаем, то есть если особо говорить про SSD-шки, что вы не получите ничего вменяемого от SSD, если будете ее, простите, пихать в один поток. И вы знаете прекрасно, что даже у производителей обычно те эталонные IOPS, которые вам дают, они вам говорят, вот это в один поток, а это в 32. Я понял ваш вопрос. Хорошо. Сейчас объясню. Первое. Если вы работаете с файлстором в SEFI, у вас там, первое, используется принудительный синг, и журнал работает в один поток. Приехали. А у вас вся запись прокатывается через журнал. Это первая причина. Вторая причина, что даже если вы работаете с блустором, у вас в некоторых местах то же самое. Для изменения метаданных блустора, он работает с валом, который фактически тоже однопоточный. То есть существенного прироста от количества IOPS вы не получите, поскольку latency одной OSD всегда константная. И если вы дадите больше потоков, вы получите рост только за счет того, что ваши запросы разлетаются по разным OSD, а не пачкой на одну OSD приходят. А опять-таки, когда они разлетаются на разные OSD, для многих приложений более критична не полоса, не мегабайты в секунду, а latency. А latency тот же самый. Все? Еще вопросы? Спасибо за доклад. Я так понял, по скриншоту у вас разница в производительности при рекавере в вашем сеть составляет порядка 3 порядка в тысячи раз. Где можно посмотреть? Не в тысячу раз, скажем, а в 30 раз примерно. То есть где-то с полторы миллисекунды против 45. Окей. Посмотреть где? Кого? Живую посмотреть? Ну хотя бы живую, там патчик, что-нибудь. Во-первых, патчик. Патчик, как бы мы знаем, что всем нужно кушать. Вот, сев открытый продукт, да. Но никто не обязан распространять исходники, не распространяя бинарники. Сразу говорю. Это не нарушение лицензии. Если вы приобретаете наш программно-аппаратный комплекс, все доработки по лицензии вы получите. Раз. Первое, то есть я не коммерс, но мне платят зарплату. Мне на что-то должны платить зарплату. А второе, мы соблюдаем лицензии. То есть я это подчеркнул. Все доработки, которые внесены в дерево сефа, и не являются, как бы, и для того, чтобы соответствующий функционал заработал, они будут отданы, как только будет, вы получите от нас бинарник. Все. Большое спасибо за ваше выступление. И небольшие подарки от организаторов. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok